я вас всех приветствую дорогие мои друзья себя на канале с вами я вера мой канал о вязание моей жизни наша жизнь неразрывно вернее моя жизнь неразрывно связана с вязанием поэтому канал так и называется вязание жизнь сегодня пока я буду довязывать последний рядок своей новой детской кофточки я решила знаете что просто поболтать и ответить на некоторые вопросы которые мне задавали когда-то в свое время и но то ли я не отвечала на эти вопросы то ли считала что это как-то зачем это надо отвечать ну то есть мое это есть мое и вообще как у меня складывается процессы как я их откуда они у меня берутся многие пишут что вы такая выдумщица у вас только фантазии вас только идеи есть вот и знаете я как-то все это откладывал на задний план а тут значит появился такой тег у нас на вязальном ютюбе который называется психология вязальщицы и вот этот тег я прочитала вопросики и вот этот тег как нельзя кстати подходит как раз как всем тем вопросам которые когда-то мне задавались и я вот вообще-то я как-то не любитель отвечать на теги различные но вот именно этот тег не запал душу я решила на него ответить но если вам интересно то пожалуйста можете послушать и повязать и может быть вы в этих ответах на вопросы узнаете что-то о себе интересное потому что это не только мое но по моему это вязальщицы в принципе они все как бы похожи друг на друга все почти одинаковые все книг-то манки ладно давайте не будем отвлекаться потому что рядок у меня короткий а вопросов там 10 итак первый вопрос что вас больше мотивирует на вязание какой-либо вещи а просто понравилась пряжа захотелось пустить ее в дело б эта вещь обойдется дешевле чем аналогичная магазине в хочу связать и все г не важно сколько это будет стоит главное выглядеть оригинальная не так как все ну и последний мой вариант итак что вас больше мотивирует на вязание той или иной вещи раньше меня мотивировало то что как бы вопрос что эта вещь обойдется дешевле чем аналогично купить ее в магазине или то что допустим этой вещи нету такой как не будет вернее если я свяжу эту вещь что такое другое вещи у другого человека уже не будет вообще-то я по идее я однолюбка и не люблю чтобы как бы вот у меня есть если это есть у кого-то другого меня это уже настораживает и я потом могу это просто там платье или что-то кофту какую-то просто больше не одевать я должна быть такая единственная и неповторимая и другой такой вещи не должно быть ни у кого но это вот это вот первое что у меня больше мотивирует на вязание выглядеть конечно и оригинально и необычно потому что ни у кого такой вещи не будет а у меня будет но в последнее время и вот еще как бы что вас больше мотивирует на вязание той или иной вещи если раньше допустим я как сказать намеренно шла к тому чтобы связать ту или иную вещь то есть допустим мне что-то понравилось я хочу такой связать я приобретала пряжу и из нее вязала то в последнее время у меня получается так что допустим я иду от обратного то есть я увидела пряжу я на нее посмотрела и у меня в голове рождается образ то есть я вижу что из этой пряжи можно сделать что из нее получится что из нее можно связать или собрать какие-то остатки пряжи какие-то клубки и соединить их во что-то такое чтобы было оригинально и чтобы не было такого другого человека допустим или даже дело не в этом а дело еще в том что вот этот процесс хотенья то есть я хочу связать именно эту вещь чуть я тут немножко так секунду так начнем я там в общем данный момент меня получается так я вижу я смотрю на пряжу и думаешь и у меня получается такой образ и я думаю что из нее связать что из нее получится из этой пряжи знаете почему потому что раньше я так увидела посмотрела захотела и пыталась повторить то что уже было связано и на его очень часто бывало так что то что я связала мне не приносило никакого удовольствия что-то я тут и сбился с пути истинного никак не могу понять чем делом вот сейчас у меня такого нету я не западаю на чужие вещи то есть если человек там что-то вяжет но в каком плане я не западаю я не повторяю то что уже было связано вот поэтому меня меня мотивирует на вязание пряжа которая у меня есть в наличии то есть даже сейчас последнее время где-то год наверно я вообще не покупаю пряжу ну год наверно да но если я даже что-то там покупала там отдельные какие-то там ну что-нибудь но мне кажется что последний последнее время я не покупаю пряжу последние года рада то ну нет не год конечно может быть чуть меньше что я загнула конечно год я не покупаю пряжу я вижу из того что у меня есть и определенной пряжи под определенный проект у меня сейчас нету то есть я смотрю на свою пряжу и я должна из нее что-то связать и мне пряжа должна подсказать что я должна из нее связать как пряжа себя раскроется что пряжа покажет на что она способна вот это меня мотивирует меня мотивирует на вязание сама пряжа никакие другие мотивации у меня в данный момент нету то есть не надо я не хочу повторять то что есть у других я не хочу делать но как бы вот хочу связать и все или там допустим вот просто понравилась пряжей надо ее куда-то запустить дело нет у меня идет сейчас от обратного у меня есть какая-то пряжа у меня есть какие-то остатки пряжи есть у меня подарочная пряжа я вот на нее смотрю на эту пряжу и потом уже думаю что из нее связать вот в данный момент у меня это происходит сейчас так поэтому у меня какие-то получаются такие вещи которые просто вот всплывают откуда-то неизвестно и в общем они у меня рождаются давайте второй вопрос рукодельная депрессия это когда ничего не хочется вязать а если вы пытаетесь что-то сотворить и ничего не получается от слова совсем и от этого становится еще грустнее если вы уже были в такой ситуации поделитесь советом как вы побороли творческий ступор рукодельная депрессия ну рукодельная депрессия у меня бывает не знаю может часа два и и и только наверно может быть от того что устала просто на там надоело вязать там были устала еще что последнее время меня нету рукодельной депрессии наоборот у меня мне не хватает времени мне не хватает рук у меня не хватает рук чтобы все воплотить задуманное все свои идеи воплотить в жизнь я все время вот шучу что где бы взять пару китайцев чтобы они довязывали за мной так что у меня рукодельной депрессии нету как с ней бороться я не знаю и что вам здесь рассказать на эту тему я тоже понятия не имею девчонки давайте дальше стоит ли впихивать своим родным и близком ваши готовые вязаные работы если они этого не просят ведь они могут и принять ваш подарок но носить не будут может лучше вязать по заявке ну во первых я у меня нету такой психологии впихивать свои вязаные вещи каким-то родственникам своим или знакомым допустим даже тем же детям я знаю своих детей я знаю родственников у нас не так уж много честно говоря практически у нас родственников нету вот так вот получается что у меня например нету братьев сестер я одна значит у родителей не было братьев сестер если они есть они где-то там далеко за границей они нам не доступны в зоне не зоне доступа вот вязать для своих детей допустим я знаю что они носят что им надо и просто связать и потом впихнуть и у меня не получится у меня был такой опыт я новый год хотела связать сыну свитер жаккардом уже практически было довязано там оставалось а совсем немного они приехал померил посмотрел сказал мама очень красиво спасибо но не надо это был первый последний раз когда я добровольно решилась на такой шаг то есть связать добровольно значит какую-то там вещь для сына и вот попала вот в такой просаг не то чтобы они там не уважают мое вязание или там не будут они этого носить что-то я даже под камеру руки не положила да не видите но это вот а просто у меня дети не носят вязаные вещи ну они могут носить носки допустим вот носки они носят потому что это необходимость такие носки они доносят а вот такие вещи как свитера шапки и я пыталась тоже как-то шапочки им навязать там на новый год по-моему в прошлом году да там ну в подарочек как-то да там варежки еще что-то шарфы не они не носят их не то что им это не нравится вот просто вот не носят им не нравятся вязаные вещи ну есть такие люди дочка тоже у меня практически не носят вязаные вещи только в крайнем случае там когда уже допустим там сильно холодно или еще что-то там она может какой-то свитер нацепить поэтому я когда что-то мне понравилось я ей показываю ну как тебе она говорит ну мам здорово ну ты же знаешь я не ношу вещи такие ну вот вязаные вещи она не носит поэтому у меня нет такой проблемы или там что-то кому-то впихивать свои вязаные вещи получается кому же я вяжу тогда да для кого я вяжу ну как для себя допустим в основном я вяжу для себя в основном практически я вяжу для себя ну бывает так что там заказы там кому-то что-то тоже могу связать ну для деток там да для внуков но в основном я для них вяжу там ну вот там штанишки какие-нибудь кофточки такие вот а вот так чтобы связать и потом кому-то впихнуть это нет у меня такого нет даже если я решусь связать допустим для каких для кого-то для родственника или знакомого что-то допустим или подарить то я сначала подумаю несколько раз что бы такое бы связать чтобы человеку понравилось и он его носил и эту вещь носили то есть я отношусь к этому критично то есть да я не хочу чтобы моя вязаная вещь где-то там потом валялась по углам или там потом эту вещь куда-то забросили или выкинули или кому-то отдали мне это очень будет неприятно поэтому прежде чем подарить что-то вязаное я сто раз подумаю нужно это человеку или не нужно это человеку будет он это носить или нет если я что-то собираю своим родным или там знакомым вязаное дарить или впихивать то скорее всего это будут носки следки такие вещи которые носибельные и они будут это одевать в общем я к этому отношусь вот так вот с критичной с такой вот стороны что я не буду впихивать втюхивать эти вещи потому что мне знаете мне обидно да мне обидно что допустим я связала а эта вещь не носится ну человек принял поблагодарил ой как здорово как хорошо а потом она где-то будет валяться пылится или там вообще куда-нибудь выкинуть нет мне будет обидно жалко и поэтому я не делаю так если я что-то решусь погореть то лучше я свяжу носки там следки я знаю что это будет носиться даже если это потом порвется следующий вопрос давайте я не буду вот так вот я буду просто перескакивать с вопроса на вопрос чтобы было понятно ну не понятно а вот так вот подряд не буду отвечать в общем будет такая вот болталка да по психологии кстати я не напомнила да не сказала чей это тег это тег Натальи Хомяковой у нее есть канал так и называется Наталья Хомякова если что можете девчонки заглянуть туда ну и давайте еще вопросики да родные не понимают зачем мне столько пряжи и почему я трачу на нее последние деньги и заначки как найти с ними общий язык ну у меня как получается ну во первых ко мне мои дети с такими вопросами не это самое не лезут как говорится зачем тебе столько пряжи у тебя и так ее хватает там или еще что-нибудь здесь как говорится запретная зона тема это запретная она не обсуждаемая ни среди детей ни среди остальных каких-то членов нашей семьи или родственников это не их дело в общем так это не их дело зачем мне столько пряжи зачем я трачу деньги на эту пряжу в общем это их не касается это мое и я ни у кого не прошу лишних денег для того чтобы там купить пару мотков каких-то там пряжи или еще что-то вот все на этом тема закрыта это не их дело зачем я это делаю мне нравится я хочу меня это вдохновляет меня это приободряет меня это радует и я радуюсь вот наоборот говорят о что опять купила ну да один раз даже был такой этот я что-то ходила злая-злая последнее время потом в общем ну как-то приобрела что-то где-то там пряжу купила зашла что-то такая довольная я говорю о я опять пряжу купила а это сын говорит ну слава богу хоть теперь ворчать не будешь на нас вот и все в общем вот такие дела вот так что родные не лезут в мое дело еще вопрос сейчас я переключу камеру так ну вот давайте дальше пятый вопрос тут такой не могу наладить рабочий график вязания как правильно организовать вязание так чтобы все успевать поделитесь своим опытом ой здесь я ничем вам помочь не могу к сожалению у меня свой график не налаженный он не отрегулированный здесь я ничем вам помочь не могу вяжу тогда когда есть возможность вяжу там где есть возможность ну конечно как-то стараюсь ну распределить допустим да но я например знаю что мне надо там сегодня делать сделать по дому там какие-то то-то-то-то допустим там полы там помыть там или кушать сварить или еще что-то но естественно я немножко как бы как сказать или там мне надо видео смонтировать еще что то да сделать то я знаю допустим мне сейчас надо сегодня допустим сварить обед да Но мне надо и смонтировать видео, то есть его отредактировать, смонтировать и поставить на загрузку. Как сделать так, чтобы и обед был готов, и видео смонтировано? Тогда я сделаю так. Я сначала смонтирую видео, поставлю его на редактор, то есть на редактирование, на монтаж все это поставлю. Потом я иду готовить обед, потому что мне надо и обед приготовить, и в то же время у меня видео монтированное стоит, смонтируется видео. Ну вот так, пока я приготовлю обед, у меня смонтируется видео. Если мне дальше надо там что-то делать по дому, я поставлю видео на загрузку и пойду заниматься своими домашними дальше делами. или вечером, когда уже там практически ничего не надо делать, я поставлю видео на загрузку. То есть, конечно, я стараюсь как бы свое время укомплектовать так, чтобы все было сделано. Но конкретно дать какой-то совет, кто, как вот вы сделаете так, вы вот так вот делаете, тогда типа у вас времени больше будет. Нет, на это я ничего не могу подсказать, потому что у каждого время свое, у каждого дела свои. И сколько затрачивается время у вас на свои личные дела или там домашние дела, это уже каждый решает сам. Если вы не можете вписаться в график, чтобы успевать все по дому и, допустим, вязать, ну что я могу посоветовать? Я могу только посоветовать взять ручку и листочек и записать, допустим, все свои дела, которые вы наметили сегодня сделать, допустим, да, все, вплоть до похода в магазины и там еще какие-то дела там или сбегать куда-то там. Еще просто вот взять ручку, все это записать. Мне надо сделать сегодня вот это, вот это, вот это и мне надо что-то связать и когда у меня сколько останется времени на вязание? Ну, может быть так. Ну, это не мой совет, это вообще совет профессионалов, так многие советуют и как распределять свое рабочее время. Ну, вот так. Ну, может быть, у меня просто уже с годами как бы это все выработалось, а да, и уже прежде чем что-то хвататься за вязание, надо подумать, так, ты все дома сделала. Или я сейчас, допустим, немножко повяжу, а потом пойду, встану и там кушать сварю или еще что-нибудь. Все зависит от обстоятельств. Как обстоятельства складываются? Вот и все. Вот и весь рабочий график для вязания. Так, подаренный вами вязанный подарок. Плед, жилет или шарф выбросили, разрезали на тряпки, используют. Вам главное, ну, я, по-моему, уже на это ответила, что вам главное подарить, а там пускай делают, что хотят. Для меня важно подарить или нет. Еще раз, да, я уже это повторила, нет, я не подарю свою вязаную вещь кому-то, если я знаю, что ее не будут носить. Я не подарю этого, я этого не сделаю. Пускай лучше она у меня лежит в фанере, да, там или куда-то я ее положу в пакет и уберу, чем я отдам и потом эту мою вещь там порежут, вытянут или еще что-то сделают. Нет, мне жалко. Если я увижу, что мою вещь, которую я когда-то вязала и подарила кому-то, пустили на тряпки, что вы, я обижусь смертельной обидой. Потому что, мне кажется, не только для меня, но и для любой вязальщицы, каждое изделие, которое вышло из-под ее рук, спицами или крючком, это ее детище, это ее ребенок. Мне кажется, что любая из вас может про свою вязаную кофту или там еще что-то рассказать, много интересного, как она вам давалась, как вы выбирали пряжу, сколько раз вы распустили. Многие, наверное, даже вспомнят, где какая ошибка была, где какой косяк допустили на той или иной вещи. Я считаю, что это так. Вот каждая вязаная вещь, которая вышла из-под вашего крючка, из-под вашей спицы, это ваш ребенок, которого вы вынашивали, взрастили. Понимаете? Нет, для меня это будет смертельная обида, если я узнаю или увижу, что моя вязаная вещь валяется на помойке. Это для меня будет смертельная обида. И не важно, кто передо мной будет стоять, близкий родственник или дальний родственник, это будет смертельная обида. Потому что, я говорю, для меня каждая моя вязаная вещь – это мой ребенок, это мое детище, это мой труд, это мое творчество, это мое мучение создать, связать, а потом, чтобы кто-то ее выкинул. Нет, я этого не смогу так пережить. Просто так я пережить этого не смогу. Так, ну давайте тоже попроще. Нравится ли вам видео с музыкой и вязание без лишних слов? Или все-таки вам интересно слушать, что рассказывает блогер, даже если видео сильно растянуто по временем? Не понял, нравится ли вам видео с музыкой и вязанием без лишних слов? А, имеется в виду, вот есть такие видео, когда просто человек вяжет, наверное, и слов нету, только вот показывает. Не рассказывает, только показывает. Есть такие видео, я иногда попадала на такие видео. В принципе, да, но это, знаете, для кого? Допустим, мне, например, лишний раз там не надо ничего объяснить, объяснять, да, то есть я посмотрела, я смотрю, она показывает, я запоминаю. Я могу смотреть такие видео, если это мне нужно. А это меня нисколько не напрягает. Ну, естественно, если я уже там что-то не понимаю, тогда да, я могу выключить это видео и там перейти на другое видео, допустим. Меня это не напрягает. Может, потому что я понимаю сам процесс вязания. Если бы я этого не понимала, может быть, тогда я бы относилась к этому по-другому. Лишних слов тоже, конечно, не хочется слушать, особенно если ты понимаешь, какое это вязание, и хочешь сразу, чтобы тебе увидеть результат. Может быть, это меня и будет напрягать, так как я понимаю, о чём идёт речь, и хочу увидеть главное. Но есть люди, которые мало понимают, мало вяжут, мало опыта, и им надо всё это разжёвывать. Поэтому я к этому отношусь снисходительно. Я просто немножко перемотаю и возьму саму суть, и всё. Меня это не напрягает нисколько, потому что я понимаю, что видео смотрю не только я, а смотрят и другие люди, которым надо немножко всё, как говорится, разжевать. И видео получится затянуто. Ну, и дальше. Признаетесь ли вы своим зрителям, что в прошлом ОМК или видео была допущена ошибка, неточность, или придумайте, как сгладить этот момент. И я признаюсь, я признаюсь, что да, вот там-то была ошибка, вы меня простите, вот давайте я, или я это видео могу закрыть, или я могу в описании написать, что вот там-то, там-то ошибка, и надо делать так-то, так-то. Я не считаю здесь ничего стыдного и зазорного, потому что, знаете, есть такая пословица, кто не работает, тот не ошибается. Вот так вот, да, если разобраться, кто не работает, тот не ошибается. Поэтому в этом нет ничего такого страшного, потому что ошибка была допущена не специально, ну, как можно допустить специальную ошибку, ввести людей в заблуждение. Ну, создается мастер-класс, во-первых, для того, чтобы... Ну, вот, например, я снимаю мастер-класс. Для чего? Ну, во-первых, чтобы самой знать, запомнить, и осталось моё видео на канале, потому что я могу через год, через два вернуться к этому видео и сама посмотреть его, и связать то, что мне нужно было оттуда. Во-вторых, видео для людей, которые тоже хотят посмотреть, запомнить и сделать это. И, в-третьих, специально допускать ошибки, но это просто глупо и намеренно, никто, мне кажется, этого не делает. Если произошла ошибка случайно, то, конечно, я признаюсь, потому что были такие случаи, когда вот там я там что-то вяжу, допустим, кокетка крючком, и мне там пишут, вот вы говорите 9 столбиков, сами провязали 8 столбиков, ну, я примерно так говорю, да? Почему так? Ну, я пересматриваю своё видео, этот кадр, и понимаю, или я просто оговорилась, ну, то есть, что надо сделать так, или там была какая-то опечатка. Ну, в общем, находим, нахожу вот этот момент, но хотя это было всего, по-моему, пару раз за всю мою вязальную жизнь, что где-то я там как-то ошиблась и старалась это исправить. Так что вот. Стоит ли вести дневники и писать в них важную информацию? Я так думаю, что для начинающих любителей, ну, не любителей, для начинающих девочек, конечно, надо, ну, не то, что для начинающих, для нас бы, конечно, надо бы, конечно, бы вести бы дневники, такие записи. Ну, честно говоря, бывает так, что просто то ли некогда их вести, эти дневники, то ли просто уже как бы на глаз знаешь, ну, вот такой вот у меня есть черновик, здесь записано все, что угодно, и вязание, и какие-то советы, и какие-то там кулинарные рецепты, и все, что угодно. Я беру специально вот такую большую, вообще толстую тетрадь, и все, все, что могу, или то, все, что мне нужно, нужно я вот сюда вот это вот все чиркаю, все записываю, ну, естественно, где-то вот, допустим, если что-то это, вот голубая кофта, я знаю, что это такое, вот здесь вот у меня в понедельник какое-то расписание было, мне надо сделать то-то, 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 допустим. Здесь вот тоже что-то, немецкие носки какие-то, тут что за немецкие носки, тут тоже какой-то вот свитер, интаргсия что-то хотела вязать, вот понимаете, вот у меня вот такой вот дневник, а так, конечно, если есть люди педантичные такие, чтобы вот все у них было по полочкам, все записано, приклеивают какую-то там бирочку, этикетку от мотков, и это все хранится. Это все зависит, конечно, от характера человека, от его вот такой вот скрупулезности, это у меня такого нету, к сожалению, у меня на это просто времени не хватает, а иногда просто не хочется этого делать. Вот так вот. Ну все, я немножко ответила, с вами поболтала, надеюсь, что вам было интересно, потому что мне надо заканчивать, снимать это видео, и надо переходить на видео по вот этой вот кофточке, потому что я закончила рядок, и теперь у меня уже идет следующий этап вязания. Так, сейчас мы вот так вот это сделаем. Следующий этап вязания мне теперь надо так вот так, это вот так. О, разобрались. Нет, немножко не так. Сейчас, девчонки. Складываем рукав. В шестиугольниках иногда можно запутаться. Вот. Во. Разобралась. Вот теперь смотрите. Значит, я вторую половинку вот эту вот довязала. Теперь мне надо здесь уже переключить камеру и доснимать видео по вязанию вот этой кофтюшки. То есть мне сейчас надо под камеру соединяем плечи и вязать вот этот вот узорчик. Так что, даже если видео получилось маленькое, пардон, просто надо мне переходить к своей следующей работе. Вам спасибо. До свидания и до следующей встречи. Всех люблю, всех ценю и уважаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok